МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В результате его представлен министр чрезвычайных ситуаций. Физическая подготовка, обмундирование и техническое обеспечение. В республике проходят военные сборы. Об их судьбе ничего не известно. Рубрика «Без вести пропавшие». В республике проходят военные сборы. Внимание уделяется обмундированию, техническому обеспечению и возможности выполнения поставленных задач. Сегодня на сборах присутствовал и верховный главнокомандующий. Репортаж Зарины Кочевой. Глава государства Анатолий Бибилов встречился с резервистами, призванными на военные сборы указом президента. Бибилов отметил важность проведения всеобщей мобилизации как составляющей в деле обеспечения безопасности республики Южная Осетия. Глава государства Анатолий Бибилов встречился с резервистами. Верховный главнокомандующий подчеркнул, сборы резервистов проводятся не из-за непосредственной угрозы военных действий. Народ Южной Осетии прошел через множество испытаний, и мы должны понимать важность несения воинской службы. Каждый человек, достигший 18-летнего возраста, обязан и должен пройти службу вооруженных силах в республике Южной Осетии. Каждый молодой человек должен пройти эту школу, каждый молодой человек должен уметь обращаться с оружием и сверен на ему технику. Только таким способом мы добьемся безопасности своего государства во взаимодействии с 4-й военной базой, пограничным управлением и тесным взаимодействием между силовыми структурами внутри республики. Я бы хотел, чтобы каждый из вас еще раз осознал для себя важность этих сборов. Военные сборы 2019 года показали ситуацию с резервистами, выявили недочеты, которые в последующем будут исправлены. Президент выразил уверенность, через год сборы пройдут в условиях на порядок выше и по обмундированию, техническому обеспечению и в плане выполнения поставленных задач. Зариня Кочиева, Рауль Кочиев, информационный выпуск «Сегодня». Одно из ключевых кадровых назначений сегодня коллективу был представлен новый министр чрезвычайных ситуаций. Им стал Азамат Чочиев. Он много лет работает в этой сфере и не понаслышке знаком с насущными проблемами и первоочередными задачами министерства. Сюжет Розы Тедевой. Указом президента республики Министерство по чрезвычайным ситуациям возглавил Азамат Чочиев, ранее занимавший должность заместителя министра. Азамат Чочиев хорошо знаком коллективу, ведь долгие годы он посвятил работе в сфере противопожарной безопасности. Азамат Олимбегович приступил к работе в противопожарной аварийно-спасательной службе еще в 1987 году. До назначения министром в должности заместителя он курировал вопросы по надзору в области пожарной безопасности и гражданской обороны. В 2018 году окончил Академию Государственной противопожарной службы МЧС Российской Федерации. Мною принято решение о назначении министром по чрезвычайной ситуации Чочиева Азамата Олимбеговича. Он долгое время работает, есть, конечно, и опыт, и знания. Буквально недавно он закончил Академию МЧС. Знаем мы его, бывает, а принципиально, знающего свое дело, знающего личный состав, знающего проблемы МЧС, я уверен, что все сделаем для того, чтобы уровень подготовки личного состава, уровень исполнения каждого своих обязанностей, уровень реагирования на сложные ситуации, он будет на должном уровне. И МЧС, как и прежде, будет один из таких ведущих министерств Республики Южной Осетии. Новый глава ведомства заверил президента, что приложит максимум усилий для решения стоящих перед структурой проблем. Я отражаю вам большую благодарность. Я позвоню на честь и благодарю вас, что еще, будучи вашим заместителем, в будущей идее я отрелал все усилия, чтобы наша судьба подогрелась вперед. Я надеюсь, что в будущем, имеющее еще больше возможностей, я с еще большим усилием, делаю все свои силы для осложнения комитета, для того, чтобы наш комитет был одним из лучших республик. Ранее ведомство возглавлял Алан Таттаев, который в июне текущего года был избран спикером парламента седьмого созыва. До назначения нового министра обязанности руководителя ведомства исполнял первый заместитель от САМАС Бестаута. Роза Тедеева, Александр Икаев, Рауль Кочиев. Информационный выпуск сегодня. Приближается начало нового учебного года. С сентября учеников нашей республики ждут некоторые нововведения. В частности, новые учебники по осетинскому языку и литературе. Будет ли вводиться единая школьная форма для всех учащихся и нужен ли в Южной Осетии ЕГЭ? На эти и другие вопросы отвечали сегодня представители Министерства образования и науки на пресс-конференции. Ирина Газаева с подробностями. Учебный процесс во всех образовательных учреждениях республики в этом году начнется 5 сентября. А 3 сентября на Соборной площади пройдет акция памяти, посвященная невинно убиенным жертвам во время террористического акта в первой школе города Беслан Республики Северная Осетия. Пресс-конференция с участием представителей Министерства образования и науки республики прошла в Госкомитете информации и печати. Все запланированное по текущему ремонту и обустройству учебных заведений к началу учебного года близятся к завершению, отметила Ильиса Гоглоева. В этом году впервые школьный порог переступят более 700 первоклассников. По предварительным данным их 701. Но это только предварительные данные. Эта цифра будет еще увеличиваться. Точные данные мы получим только 5 сентября, когда все образовательные организации отгадут нам свои отчеты. В прошлом году я была 771. Где-то на 70 человек уже разница чувствуется. Но пусть это никого не пугает, я еще раз повторяю, это всего лишь предварительные данные. Также в новом учебном году обучение астинского языка и литературы будет осуществляться по новым современным стандартам. Как уточнила заместитель министра, обновление программы обусловлено необходимостью введения новых терминов с учетом современных стандартов. Обновились учебники по географии Осетии и традиционной культуре астин. Сейчас они на стадии печати и в скором времени будут переданы во все школы республики. Также программа начальной школы полностью перешла на новый уровень образования. Большой вклад в разработку новых программ внесли авторы учебников под руководством Зои Бетаровой. Новый учебник истории Осетии с этого года пока не будет вводиться, поскольку вызвал много дискуссий среди общественности. На общем педсовете президентом республики была поставлена задача начать совместную работу историков севера и юга Осетии для написания одного учебника. История у осинского народа одна и учебник тоже должен быть един. По словам Гоглоева, этот вопрос будет и дальше прорабатываться. Интересовались журналисты и вопросом питания в образовательных учреждениях. Если раньше учащиеся государственных школ в перерыве между уроками получали сдобную булочку и фруктовый сок, то теперь сумма дотаций на питание увеличилась и меню второго завтрака более разнообразен. Ситуация здесь изменилась. И уже в течение года, с сентября прошлого года, наши дети получают совершенно другой второй завтрак. А в гимназии там булочка и сутка? Ну, то гимназия – это частная образовательная организация. Это доля участия государства в жизни частных образовательных организаций и доля самой частной образовательной организации в участии своей работы в своей организации. Государство принимает серьезное участие в работе частных образовательных организаций и в их функционировании. Так они обеспечиваются теплом за счет государства, питанием за счет государства и заработную плату учителя тоже получают за счет государства. И тут стоит вопрос, о чем занимается дирекция. Другой вопрос от родителей, мы часто слышим от родителей этой школы. Они дают деньги на обучение. Они задают нам, почему-то нам задают вопрос, а куда дети деньги идут, а зачем? Это не очень сложно, говоря да. Будет ли вводиться единая школьная форма для всех учащихся республики и какие требования к внешнему виду вступят в силу с нового учебного года? А также ситуацию с мобильными телефонами и дорогими смартфонами учеников прокомментировала Елиса Гоглоева. В 2014 году Министерство образования было рекомендовано нашим образовательным организациям дана такая рекомендация «белый вверх, темный вниз». Ребенок переступает порог школы, сдает свой телефон и на время пребывания в школе этот телефон лежит в полном месте, получает свой телефон, когда идет она. Не можем запретить родителю купить, собственно говоря, ребенку смартфон, но мы им рекомендуем купить ему простой кнопочный телефон для того, чтобы вы просто знали, где находится ваш ребенок. Югостинские выпускники не будут сдавать ЕГЭ. В этом нет необходимости, отметила заместитель министра образования и науки. Мы можем поступить, как российские соотечественники, живущие за рубежом. Можем даже не явиться, можем отправить свои документы и потом получить ответ от ВУЗа. Принимаем ваши документы и их там. Вот так мы тоже можем поступить. Можем через квоты поступить. Посмотрите, наши документы об образовании признаны Российской Федерацией. И это открыло нам все дороги. Значит, нашим выпускникам необязательно проходить единый государственный экзамен. Не обязательно, но они пользуются единым госэкзаменом, когда все возможности уже закрыты. Да, ЕГЭ остается единственной, последней возможностью только тогда. Но у них есть эта возможность. Мы организовываем им выезд в Северную Осетию, мы договариваемся с Российской стороны, какое количество у нас учащихся хотят сдать ЕГЭ. Это все проходит у них в организованном порядке. Сдают и приезжают. На эти и другие вопросы отвечали представители Министерства образования и науки Республики Южная Осетия. Елена Газаева, Азиз Багаев, информационный выпуск «Сегодня». Общественная организация во имя будущего организовала встречи у матерей погибших защитников Отечества. Прием прошел в теплой обстановке. Вспоминали подвиги героев, отдавших жизнь за мир и свободу на юго-осетинской земле. В этот вечер звучали и слова благодарности российским солдатам и руководству России. Собравшиеся желали друг другу чистого неба над головой Осетии и процветания. Родителям погибших героев вручили памятные подарки. Сегодня вспоминали и собрали матерей погибших, защитников нашего Отечества. Благодарим 4-ю военную базу, министра внутренних дел, всех, которые привезли сегодня, матерей этих погибших ребят. Наша организация не первый раз проводит такие акции. У нас бывают в год несколько раз. Большое всем спасибо. Благодарим за оказанную помощь. Комитет государственной безопасности Южной Осетии информирует, что в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 11-й годовщине признания независимости республики, 25 августа с 20 часов планируется временное прекращение пропуска граждан в местах упрощенного пересечения госграницы с Грузией. Функционирование указанных пунктов пропуска возобновится в обычном режиме с 6 часов 27 августа. К другим темам. Праздник для любителей эстрады состоялся в киноконцертном зале Чермен. На сцене выступали исполнители популярной музыки из Северного Кавказа, Кубани и Южной Осетии. Наш корреспондент Зарина Кочиева была среди зрителей. Мелодия души в Схенвале прошел концерт, приуроченный к 11-й годовщине признания Российской Федерации независимости республики. В концерте приняли участие артисты Северокавказской эстрады. Заслуженная артистка Кубани, Республики Адыгья, Рима Тлицери. Заслуженные артисты Кабардино-Балкарии, Мадина Маметова и Хусейн Шалов. Народные артисты Южной Осетии, Нудар Гуцати и другие. В программе прозвучали композиции, раскрывающие всю полноту национального колорита и разнообразие музыкальной культуры народов Кавказа. Скинвал, Скинвал, любит и город мой, Скинвал мой общий дом, мой народ мой, Скинвал, Скинвал, любит и я с тобой, любимый город мой. Глава государства поблагодарил артистов и организаторов концерта, отметил важность проведения подобных мероприятий. Конечно, очень благодарен вам, тем артистам, которые приехали, Нудар Гуцаты, за то, что мы сегодня здесь услышали такое разноголосие, очень приятное тех народов, которые проживают у нас здесь, на Кавказе. Это подчеркивает, во-первых, дружбу наших народов, которые проживают на Кавказе и подчеркивает тот талант, который имеет каждый народ, проживающий на территории Кавказа в целом и, конечно, в Российской Федерации Около двух часов артисты радовали зрителей своим творчеством. Концертная программа завершилась популярной песней Нудара Гуцати, Марди Талалаун и Мадам Кувен. Субтитры создавал DimaTorzok Благодаря ежемесячной финансовой помощи президента республики юго-осетинские гимнастки часто ездят на российские соревнования и почти всегда приезжают с призовыми местами. За красивыми победами стоит каждодневный кропотливый труд. Сейчас в Южной Осетии находятся действующие чемпионки мира по эстетической гимнастике. Они делятся опытом с нашими спортсменками, проводят мастер-классы. Репортаж Стеллы Бязровой. Тренировочные сборы по художественной и эстетической гимнастике проходят для маленьких воспитанников Дворца спорта «Олимп». Для этого Федерация эстетической и художественной гимнастики при поддержке президента Южной Осетии Анатолия Бибилова пригласила в Южную Осетию действующих чемпионок мира по эстетической гимнастике Дарью Куклину и Валерию Урёпину. Мы решили охватить весь контингент занимающихся и пригласить к себе известных гимнасток. Вообще приглашалась сама Саня Аглызин, но так получилось, что она очень занята и прислала своих учениц, которые уже имеют и тренерский опыт. В то же время они дважды чемпионки мира, чемпионки мира 2018 и 2019 года в составе сборной России. Это команда «Мадонна» всем известная. Гимнастки известной во всем мире команды «Мадонна» по эстетической гимнастике делятся опытом, проводят мастер-классы и тренировочные сборы. Сюда мы приехали по приглашению Земли Лазаревны, чтобы способствовать развитию эстетической гимнастики в Южной Осетии, потому что сейчас этот вид спорта набирает у нас все больше популярность. То есть на самом деле все большее количество школ открывается, на соревнованиях все больше регионов начинают быть представлены в этом виде спорта. И он действительно завоевывает, наверное, сердца людей, потому что он более пластичный, он еще больше женственности развивает в девочках, больше силы. Натянутые носочки и коленки, а еще слезы и боль. Для того, чтобы блеснуть на мировой арене, нужен долгий и кропотливый труд. У Рюпиной Валерии, как никому известны и понятны слезы маленьких гимнасток. Ей самой на пути к Бедесталу довелось немало вытерпеть. Признается, югостинские гимнастки очень талантливые, и у них есть все шансы для того, чтобы блистать на мировой арене. Дети очень способные, физически очень хорошо развитые. То есть у детей есть растяжка, гибкость. Все, что нужно для гимнастики, у детей есть. Очень фактурные детки, очень красивые, приятные, с ними приятно работать. Осталось в них вложить именно элементы эстетической гимнастики, и мы как раз приехали этому поспособствовать. Действующие чемпионки мира по эстетической гимнастике несколько дней будут тренировать юных гимнасток. Приглашенные тренеры отметили, что эстетическая гимнастика Южной Осетии – перспективное будущее. Стелла Бязарова, Александр Кукоев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск «Сегодня». А сейчас вашему вниманию рубрика «Без вести пропавшие». Напомню, что к 30 августа, Международному дню без вести пропавших, каждый день мы рассказываем о судьбе тех, кто ушел и не вернулся, о чьей судьбе ничего не известно. Зураб Багаев «Без вести пропал» в 1992 году. С тех пор о его судьбе ничего не известно. Молодому человеку было тогда неполных 22 года. Подробности в репортаже Эльвиры Тибиловой. «Наша семья жила привычной жизнью, несмотря на все тяготы судьбы, которые пришлось пережить», – рассказывает Зоя Багаева. Она не подозревала, через что ее семье еще предстоит пройти. В 1992 году пропал без вести ее младший брат Зураб. Последний раз она видела его 27 лет назад, 14 марта. Зураб собрался навестить родственников в селе Тамарашин. Не предупредив родных, он отправился к ним. Однако пропал по дороге. До родственников так и не добрался. «Там у нас жили наши крестные родственники, и он пошел их проведать. Нас он об этом не предупредил, и мы искали его в Знаурском районе, у родственников отца. Потом мы узнали, что его схватили грузинские военные. Это последнее, что мы о нем слышали». Он был младшим ребенком в семье, поэтому его все любили и баловали, вспоминает Зоя. Был необычайно живым, отзывчивым, дружелюбным и очень общительным. Любил футбол и хотел заняться спортом профессионально. В 1991 году во время масштабного землетрясения в Заурском районе погибли их родители. Зоя с братьями Вадимик стали сиротами. «Он был младше меня на 10 лет. После землетрясения у нас ничего не осталось, и братья жили со мной и моей семьей. Он всегда рвался себя показать, и я боялась за него. Предупреждал об опасности, но он меня не слушал». После окончания Корзманской средней школы, Зураб, не раздумывая, пошел исполнять свой воинский долг. Часто говорил, что мужчина, бегающий от армейской службы, не может считать себя таковым. Служил в Красноярске, в конвойной части внутренних войск. В ноябре 1991 года он освободился от службы и приехал в родную Осетию. После службы его пригласили на работу в Министерство внутренних дел республики. Сестра вспоминает, что Зураб очень радовался предстоящей возможности послужить родине. Очень ему нравилась и новая униформа с новыми нашивками Республика Южная Осетия. Зоя все эти годы упрекает себя. Надо было переубедить брата. Он пропал за шесть дней до своего 22-летия. Все планы и надежды на будущее парня обернулись прахом и были погребены грузинскими палачами, в руки которых он попал. Близким так и не удалось ничего узнать о его дальнейшем местонахождении и физическом состоянии. Но на этом война не перестала испытывать Зою на прочность и отняла у нее и второго брата – Завера. Это было в 2001 году. Заур таксовал в районе ТЭК. В один из таких дней угонщик хотел отобрать его машину. Брат дал отпор грабителю, и он его расстрелял из автомата. Бросил тело в багажник и выбросил в районе села Хейт. Зоя Багаева 25 лет работает в республиканской больнице. У нее две дочери, уже есть и внучка. Я часто рассказываю внучке про братьев и родителей, показываю фотографии. Ей очень интересно про них слушать. А я в это время думаю о том, насколько большой бы была наша семья, будь они с нами. Эльвира Тепилова, Ринат Медоев, Диана Техова. Информационный выпуск сегодня. На этом наша программа подошла к концу. Напоминаю, мы работали в прямом эфире. Я Ольга Цхавребова. Благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин